Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня архимандрит Инкиседек Артюхин, настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе и подворье Обтяной пустыни, там же в Ясене храм Петра и Павла, продолжает отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка. Добрый день, дорогие телезрители телеканала «Союз». Батюшка, ну что, продолжим. Как избавиться от плохих воспоминаний прошлого и научиться жить в настоящем без ошибок этого самого прошлого? Дело в том, что к этому надо подходить все-таки с рассуждением творческим. Когда мы читаем 50-й псалом, там есть такие слова «И грех мой передо мною, есть выну». То есть всегда. Иногда, когда мы слишком большого о себе мнения возгордились, стали осуждать других, третий, десяток, недовольны жизнью, недовольны родными, близкими, ты сам вспомни, как ты поступал. Раньше ты сам ничего не знал и делал много ошибок или вообще-то уже конкретных грехов. Поэтому ты про них-то немножко вспоминай и себя, свою гордыню осаживай. Поэтому не все из прошлого надо забывать. Но если это покаяние доводит до отчаяния, тогда стоп. Тогда не надо, когда доводит до отчаяния. И наоборот, когда ты начинаешь сейчас быть недовольной жизнью, то вспомни, что как тебя Господь носил раньше на руках. Будь за это благодарен, ты, наверное, неправильно стал делать, и ты из этой области ношения Бога на руках, ты немножко тоже отпал. Поэтому посмотри, в чем была причина. Причина, она всегда в ихах и недостатках, а больше всего гордыни, и немножко, так сказать, уже исправь свою жизнь. Поэтому не все из прошлого надо вычеркивать. Добрый, светлый надо помнить. Вот в моменты гордыни, когда нас занесло, надо свои ошибки, проанализировав их, не повторять. И наоборот сказать, ты же уже в этом болоте побывал, побывал. Сейчас это опять пахнет этим болотом. Не надо обратно туда. Вот поэтому-то, собственно, у нас по памяти она должна работать на нашу с вами душу и на наше с вами спасение. – Скажите, пожалуйста, как быть человеком, который испортил отношения в храме, является постоянным прихожанином, а еще ощущает разочарование и разразличие к вере и людям? Ну, это, видимо, сама себе пишет наш зритель, я так полагаю. – Ну, это очень сложный вопрос, кто-то испортил отношения в храме. – Ну, бывает такое. – Ну, может быть, да, там кого-то публично поругался, поссорился, кого-то обвинил. Ну, дело в том, что тогда надо просто такого человека держаться подальше, потому что испортил отношения в храме. Ну, значит, какой-то поступил против храма, против его представителей, против его прихожанин. – Может, помириться надо просто? – Ну, сложно. – Попросить прощения? – Ну, не он же испортил. Он пишет, что какой-то человек испортил, как мне к нему относиться. Ну, как относиться? Ну, тогда надо, если не можешь на это повлиять, чтобы он эти отношения восстановил, ну, во-первых, ну, можно подсказать, чтобы он эти отношения… – Как быть человеку, который испортил отношения в храме? Я сказала, что я полагаю, что, скорее всего, это сам зритель о себе и пишет в третьем лице, правда. – Кто испортил, тот поправляет. У нас много чего в жизни есть. – Ну, ты не говорю, может быть, помириться этому человеку? – Конечно, ломается, бьется, зашивается, мои пуговицы у нас отрываются, мы пришиваем, то есть мы и юбки рвем, и, так сказать, и молчим, и какие-то… – А еще щедро зачарование безразличия к вере и людям. Ну, слушайте, я что-то прям не пойму какие-то… – Ну, это вопрос уже духовника. – Да, мне кажется, уже надо идти, наверное, к своему близкому батюшке. – Ну, самое главное, что если это дошло уже до церкви, что в церкви испортил отношения… – Раньше поликлиника в порте, да? – Наверное, это край какой-то. – Ну, это вопрос в том, что уклонись от зла и сотри благо, все. Причина испортящих отношений была зло, зло мы перестаем делать, говорить и прочее, и надо постараться эту ситуацию испортить. – Вы знаете, у меня была похожая ситуация, правда, не совсем, но с одной прихожанкой, как-то я была инициатором, как-то я испортила отношения, и мне как-то было вот… – Что ж такое, я так ее обидела, и вот меня там науськали. Ну, знаете, вот как бывает, зачем постараться. Ну, я просто подошла и попросила у нее прощения. Я говорю, знаешь, вот это как раз было великим постом. Я говорю, прости меня, вот тогда я была не права. Вот я была не права. И мы так обнялись, помирились. Я говорю, я действительно была глупым человеком, что я послушала. – Универсальный съезд, универсальный съезд. – Да, и я была просто глупа, что я послушала. – Русская поговорка – покаянную. – Голову, меч не сечет. – Да, я вижу. – Есть восточный поговорок, хорошая. – И мы до сих пор в очень хороших отношениях. – Есть хорошая восточная поговорка. Я жалею, что пришел, я поздно. Но радуюсь, что не опоздал. – Что не опоздал. – Никогда не поздно исправить. Никогда не поздно попросить прощения. Никогда не поздно помидеться. Никогда. Вот поэтому… Ну, у отцов, у отцов был девиз – упал, вставай, упал, вставай, упал, вставай. И так до конца жизни. Не ошибаться, кто-то ничего не делает. Поэтому никто не застрахован уже от ошибок. Но в ошибках мы… Мы остаться не должны в ошибке. Как я говорю, слушай, ты в лужу упал, упал. Ну, никто же не лежит. А, слушай, новое платье, да. Новые ботинки, да. И рубашка, да. Ну, никто же не лежит на себя. Еще дальше не начинает это. – Ну, в химчистку несет. – Ну, быстрее встал. – Да, и обувь очищает. – Ну, конечно. – Платье в химчистку тащит, конечно. – А не так, что раз уже испачкал, ну, давай тогда дальше. Нет, ничего подобного. – Да. Тем более мы причащаемся, мы должны примириться. Ну, как-то нам, да. знаю, что моя мама когда-то давно совершила аборт. Испытываю очень горькое чувство по этому поводу. Имею желание молиться за неродившееся дитя. Могу ли я это делать? И если да, то как? – Делать этого не надо. Это какая-то непонятная фантазия. У мамы свои отношения с Богом, отношения соисвечностью. Не надо об этом уже думать. Живите свою жизнь. Мы за чужие грехи какается не можем. Мы исправлять чужие души не можем. Поэтому покройте все с несходительностью. Мы не знаем обстоятельства жизни. И это лукавая мысль, лукавая мысль, которую я выбиваю, это человек из нормальной течения обстоятельств, из нормальной молитвы. Значит, чтобы все силы ушли, так сказать, не на собственную душу покаяния, а на чужие грехи и на чужие обстоятельства жизни. Так не надо думать. Бог всем нам, тоже судье. Мало того, что мы не знаем. Мы знаем грех другого человека. Мы не знаем покаяние другого человека. Может быть, это все. 250 раз было омыто слезами и 150 раз было сделано дел милосердия в изменении своего греха. Мы ничего не знаем. Есть какие-то молитвы от тревоги без причины. И что это такое? Что от такой тревоги говорят святые отцы? От тревоги и без причины тревоги есть у нас замечательная тоже альтернатива. Это псалтерь пророка Давида, в которой мы найдем столько слов, столько слов, которые обречены от нас к Богу, и найдем столько слов, которые обречены от Бога к нам, то услышишь такие слова. «Возвезли на Господа печаль твою, и тот тебя припитает, не даст век молвы праведнику, наказуй наказами Господь, смейте же не предадим меня. Господь просвещение мой, спасите мой, кого убоишься, мужайся и докрепится сердце твое упованием отец, прибежима сын, покров мой дух, святой тройца, святая слава тебе». Ну и, конечно, Евангелие, и особенно, особенно Евангелие от Иоанна, когда наплыв, наплыв, то тревоги, то тоски, печали, уныния, Евангелие от Иоанна, потому что мы очень много в Евангелии от Иоанна услышим вдохновительный стоп. А самые главные слова, которые даже нам будут решать самую страшную проблему, это проблему смерти. Господь в Евангелии, это она говорит, «Всякий верующий в меня, если умрет, оживет. Всякий верующий в меня смерти не увидит вовек. Я живу, и вы живы будете». Очень много в Евангелии мы найдем слов живого Бога, обращенных к живому, к живой душе. Поэтому такие советы. Песалтирь Евангелия от Иоанна. Ну и, конечно, всегдашние спутники, всегдашнее оружие на дьявола, это, конечно, молитва Иисусова. Как Лесичник говорил, «бей мысленных сопостатов именем Иисусовым, ибо не найдешь ни на небе, ни на земле оружие, оружие сильнее этого». То есть молитва Иисуса, потому что она на все случаи жизни. И от тоски, и от печали, и от уныния, и от гордости, и от блудности, и от лжи, на все случаи жизни, от хуйных помыслов, о которых мы говорили. Так что вот так. Спасибо, спасибо, отчим. Это очень тяжелый вопрос. Я обвенчалась с родоотцов с двумя детьми. У меня есть двухлетний сынишка. И с этого дня мы уже как будто подвинили. Ребенка он не замечает. Двухлетний мальчик. Если покупает что-то вкусное, то про моего может забыть. Свою старшую дочь постоянно заставляет нянчиться с младшей дочкой. А сегодня он ее ударил по голове в девочке сотрясением мозга. Как молиться за мужа, уже думал разводиться и развенчаться. Ну, почему-то что-то прям после такого. Батюшка у вас просят совета. Дело в том, что это семейная жизнь. Каких только приступов в ней может не быть. Их может быть вообще просто сотни. Но это муж, это жена. Мы же кто-то сказал берегите близких людей. Берегите близких родных людей. Люди не автобусы. И следующий через полчаса не придет, если не понравился этот. Любая какая-то ссора, ситуация на самом деле серьезная. Это неприятная. Может быть, даже какая-то запедельная. Слушайте, а он про вас может некоторые вещи сказать. Не то, что некоторые. Я конкретно ничего. У него не нравится одно, другое, третье. Поэтому здесь семейная жизнь, прежде всего, школа терпения, терпения, терпения. Как ставить самого себя. Семейная жизнь, чтобы спастись, надо быть железным или золотым? Железным. У девочки сотрясение мозга бачит. Ну, это печально. Но, кстати, хорошо, что у своей, а не у двухлетнего. Это уже наказание строго ему может подвергнуться. Ну, надо с ним разговорить. Наверное, надо с ним уже поговорить. Конечно. Ну, если они обвенчались, у них, наверное, есть духовный отец, может быть, как-то попросить. иметь духовника это большое счастье, не у всякого человека. Если есть духовник, может быть, с ним попросить, чтобы поговорить с ними? Вообще, ну, вообще, муж и жена, это же не соседи, это же не соседи. Ну, вот все, что, если человек набрался сил и возможности написать письмо, задать ответ, наберись в силу напрямую, напрямую скажи, скажи, Сережа, ну, это вещи какие-то, ты за собой следи. Потому что, что это такое, подзательник, это бурный гнев, так сказать. Да, это гнев, конечно. Но мы же эмоциями сами должны управлять, так сказать, мы же не быки, не животные, которые захотел бодаться и бодается. Надо управлять своими чувствами. И, конечно, надо серьезный разговор. Но если так будет продолжаться, конечно, раз предупредить, два предупредить. Ну, жизнь, она длинная, жизнь, она длинная, ничего только не бывает. У нас и взлеты, и падения, и падения, и взлеты. Поэтому, а сколько, слушай, насколько женщина терпит пьяница. Терпела, терпела, глядишь, так сказать, все, у него вдруг по ее молитвам посетила, посетила панкреонекроз, заболела поджелудочная, так что скручивала, не может, так сказать, бросают пить, бросают пить, и все. В жизни многое, что преображается. Так что тут случаи, случаев перемены в человеческой жизни очень много. И по молитвам могут перемены быть очень часто, могут быть и к лучшему. Чудеса, оказывается, в нашей жизни иногда случаются. Подскажите, пожалуйста, какой смысл может быть в жизни у одинокой женщины, если нет мужа, детей, пока жива была мама, жила для нее. Любила жертву на любовь, и теперь нет для кого жить. Зачем я теперь живу? Почему меня Господь тут держит, если и видит мою ситуацию? Дело в том, что мы должны все-таки русские православные люди. И этот алгоритм жизни для одиноких, для семейных, для многосемейных, для малосемейных, для больных, для здоровых, у нас много направлений, много направлений. А самое главное, принципиальное, нам русская поговорка говорит «Жить, жить, добро творить». Ну, была мама, сейчас нет. А что, нету теперь этой возможности? Жизнь не место отдыха, а место подвига. Что для подвига нет жизни? Жизнь не наслаждения, а служения. Некому послужить? Да наоборот, когда ты одна, ты один, как раз-то, может быть, и есть больше шансов и возможностей послужить, потому что мы не связаны только с семейными обстоятельствами. Поэтому найти, кому ты можешь быть полезным. Радость разделенная, радость умноженная вдвойне, скорбь разделенная, скорбь уменьшенная вдвойне. Хочешь порадоваться? Порадуй. Эгоист и эгоист никогда не будет иметь никакой радости, ни человеческой, ни божественной, никакой. Поэтому надо молиться Богу, что, Господи, какая задумка, какая задумка твоя обо мне, а твоя задумка обо мне, наверное, что я кому-то, кому-то в этой жизни должна и могу быть полезной. Вот и ищите, потому что у каждого, у каждого свой талант, у каждого своя, так сказать, уже личная жизнь, и апостол Павел нам говорит на все случаи жизни, служите каждый друг к другу, тем даром, какой получил. У каждого есть свой дар, у каждого. Во всяком случае, есть абсолютный дар, абсолютный дар. Дар любви есть у всех. Любовь – это тот язык, который может услышать глухой, и та картина, которая может увидеть слепой любовь. Вот поэтому просто надо с себя немножко переключиться. Маму, так сказать, вечных людей нету, но теперь надо переключиться. Можно, дочка, можно послужить в храме. В храме всегда есть чем заняться. Вот такие возможности. Пожалуйста, можно идти мыть полы, чистить подсвечники в воскресной школе. Нет, нет, нет. Что, нет? Многодетным мамам подсвечники. Нет, многодетным мамам помогать. А, многодетным мамам помогать. Я говорю, ты одна. Ну, я о чем, что-то не знаю. храм-то это самый легкий. Воскресная школа есть, в конце концов. Мамам, одиноким помочь. А есть одинокие старики. Потом мало того, что... Ваши вот ходят, я удивлена. Можно я... Да, две слова. У вас есть сестричество, замечательное есть дом престарелых, которому вы помогаете. Мы ветераны, ну, это ветераны трудов. Да. Вы, по-моему, 25 лет, если я не ошибаюсь. Совершенно верно. Потому что я уж просто, вот как я помню, вот мы с вами познакомились, тогда сестричество ложилось. И они ходят, они сейчас... Служат. Им самим уже кому-то 60, кому-то 70 даже есть. Совершенно верно. Они ходят и говорят... Другим еще хуже. Они им читают книжки. Готовят к причастию, готовят к исходу. Да, готовят к причастию. Какие замечательные женщины у вас. Дежурят в храме, да. Просто удивительные. Глаза такие у них как смешные. Они живут по пословице. Лучше в дом пистолетов ходить, чем в доме пистолетов лежать. Лучше помогать, чем нуждаться в помощи. Лучше любить, чем нуждаться в любви. И лучше изработаться, чем изоржаветь. Еще раз. Лучше изработаться, чем изоржаветь. Изоржаветь, да. Это правда. Потому что кто-то заметил, что рабочая машина, рабочая машина, она служит дольше, чем машина, которая стоит. Она быстрее сожревает. Батюшка, у меня, помогите. Мне у меня отчаяние. У меня родился малыш. Третья беременность. Две закончились плачевно. Этот родился раньше срока. В общем, с кучей болезней. С кучей просто. Я, конечно, молюсь. Прошу Господа, чтобы он выздоровел. А у него только ухудшение. Почему Господь не слышит мои молитвы? И за что мы мальчику такие испытания? И как продолжать верить? Вот так вот, дочка, такой вопрос. Дело в том, что это было испокон веков. Это только сейчас начали. Когда раньше рожали по 10 детей, по 7-10, то не все доживали, не все выживали. Три родилось, потом еще три родилось. А когда родили только одного другого третьего, это было всегда. Это было всегда. То есть детская смертность, она была. Мы от этого никуда не денемся. Ну хорошо, что-то случится. Ну возраст есть, есть. Ну дальше рожает. Ну один такой, другой такой. А с этим что? Ну потерпим, что есть, то есть. И этому помогаем. Время прошло. Есть возможность возрастная и физиологическая после этого рождения. Еще заберет, но еще беременет. Ну этот будет, этот уйдет в вечности, этот станет на него. Так что здесь, это же было всегда. Точно. Ну конечно, но это наша жизнь. Поэтому здесь. А с другой стороны, то, что касается медицины, все, что мы можем сделать, должны делать. Сейчас тело и сюда, сейчас мы будем делать. Ну просто еще думай, у тебя есть эта счастливая возможность, счастливая возможность, дальше, дальше другим давать жизнь. Я вспоминаю Петра Мамонова, который говорил, слушайте, это вообще невероятно чудо. Вот ничего не было, ничего не было. Или ничего не видно. И вдруг человек. Вдруг человек. Он говорит, если бы я был женщиной, я без конца бы рожал. Но это он так, наверное, легко говорил. Потому что мужчина. Да, мужчина. Но мне вот это запомнило сооружение, я бы без конца бы рожал. Конечно, это все очень сложное и прочее, но это все покроет. Это все покроет. Один ребенок, другой. Все это покроет. Отче, как мне лучше поступить? Мы с мужем прожили в согласии 44 года. Все эти годы у нас хранилась икона Федоровской Божьей Матери. Муж забрал ее из родного дома, когда покидал в юность. Икона старинная. На ней есть даже следы от пуль. Ну, такое бывало в год революции, мы с вами знаем. Да, осталось их семье по наследству. Но теперь мужа уже нет как три года. Я подумал не прислать ее обратно в семью мужа, а именно его сестре, которая живет в Сергиевом Посаде. Наследников у нас нет, оставить некому. А с другой стороны, я сроднилась не за эти годы. Одобрил бы мой поступок супруг покойный. Ну, слушайте, ну а почему бы нет? Икона семейная, икона фамильная. Она хранила семью эту. То есть, она вам принесла свою пользу. Поэтому, как благословение, она же говорит, что есть родственники. Да, да, да. Ну, я забрал, собственно. Они, вернее, его, видимо, благословили, эту икону. Если я бы с ними посоветовался, с родственниками, и кто готов был бы принять как память о роде, перед этой иконой молиться, эту икону почитать. Федоровская, да. Да, я бы отдал ее. Это, во-первых, будет память обо мне. Ну, я отдал икону молиться. А потом, ну, она здесь имела свой покров над семьей. И пусть дальше продолжается над этой семьей, над этим родом. Ну, да, там есть наследники. Нет, она напишет, что у меня нет наследников. У нее нет, да. А в семье, видимо, есть. Там большая семья. Нет, я бы передал. Лучше передать. Ну, во-первых, это просто доброе дело. Ой. А вообще, вообще надо поступить по той... Как? По той легенде. Однажды один миллионер написал, миллиардер написал. Значит, слушайте, говорит, там родни полно, там, пятый святый. Он говорит, вот, все ждали наследства, все ждали наследства. Вот, все ждали, пока старик отомлел. Старик, наконец-то, умер. Вот, торжественный момент. Значит, он сказал, что все это при свидетелях, при юристах, при нотариусах. Узвещено. Значит, это в сейф. Голубая ленточка достает коробочку. Там такая надпись. Дорогие мои родные и близкие, дорогие родственники. Все мое многочисленное, многочисленное богатство и сокровище, я в трезвом уме и доброй памяти и добровольно, и добровольно потратил, потратил. Еще при жизни. Поэтому не надо дожидаться нам всем смерти. Не надо дожидаться. Надо все раздать заранее, это оставить, так сказать, уж так необходимо. А то потом передерутся, неправильно сделают, неправильно похоронят. Все заранее надо сделать. Так и здесь. Передала икону заранее. Определились с местом. Киотик заказали, реставрацию заказали. Пуль, наверное, может быть, вытащить надо. Что там о ней помнить? Ну, да, донки от пуль. Ну, могли расстреливать же тогда. Не надо было дано-дано вытащить, отреставрировать и все. Что-что о чужих грехах. Ну, может быть, как память такую, что вот так было. Да, обязательно об этом помните тоже. Так, батюшка, ну, по три минуты. Еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, как бороться с чревоугодием? Ну, всеобщий вопрос. Сколько себя помнить, всегда ли страдал? Очень просто. Отчегоугодия очень просто. Очень просто. Однажды я вспоминаю интервью Майи Пересецкой. Вы знаете, да? Да, да, да. На нашего возраста знаменитый Балировой спасили. Там, Майя Сергеевна, вы можете нам рассказать, как вы 75 лет, вот, сохранились в таком, в таких объемах и прочее. Какую диету соблюдали? Она говорит, да какая там диета? Какая там диета? Сижу, не жрамши. Вспоминаю эти слова. Поэтому, поэтому, ну, просто, как у нас однажды на месяц сказал. Он говорит, батюшка, слушай, надо срочно худеть. Он говорит, батюшка, я почти там ничего. Это у меня нарушение обмена веществ. И тогда он ему скажет, наш отец, Венедикт, покойный, царственное вещество. Он говорит, батюшка, так надо, чтобы этих веществ-то было поменьше. И как говорили, что в голодном Ленинграде... Ну, это уже немножко такая шутка. Вот, поэтому, да, никто не страдал от обмена. Поэтому, давайте так, так сказать, все-таки эти вещества должно быть поменьше. И все-таки надо понимать, что все-таки мы не, это, не слоны, не бегемоты, а все должно быть. Все красит, отец, это сказали. Все красит. Батюшка, большое спасибо, сердечно вас благодарю. Что мы с вами в следующих программах? Мы с вами хотели о монашестве поговорить. Пожалуйста. Давайте тогда в следующие программы. Может быть, и зрители какие-то вопросы задают. Напишут нам. И это действительно очень интересная тема. Многие интересуются. 0,01%, но про это поговорим. Хорошо. Спасибо вам. Я, Любовь Акильна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, все, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с Архимандритом Макиседеком Артюхиным. Я, как всегда, желаю вам и вашим близким доброго здравия телесного и душевного. Жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова